Всем привет! Последнее время меня в комментариях все чаще пишут о том, что я стал делать мало роликов про кубики. Поэтому сегодня я покажу сразу два кубика. Это магнитный Ready Cube от компании Yuxin, который называется Ape Petals. И здесь есть магнитики. Вот он так фиксируется. Сегодня посмотрим, как он устроен и попробуем его собрать. И второй кубик это очень необычный шейп-мод кубика Рубика. Он выглядит как бриллиант либо кристалл. Предложите свой вариант названия в комментариях. Прощается он как обычный кубик Рубика, потому что он в принципе сделан с кубика Рубика. Если его правильно взять, вот так, то можно заметить, что у нас есть центр, у нас есть ребра, есть углы и фактически это шейп-мод. Шейп-мод это когда у нас изменяется только форма внешних элементов. То есть внутренняя конструкция элементов у нас остается точно такой же, как кубики Рубика, но внешняя форма изменяется. И соответственно могут измениться и цвета. Сегодня мы рассмотрим сразу два кубика, посмотрим как они устроены и также попытаюсь собрать на время каждый из них. Дело в том, что Рэдди Кьюб я собирал последний раз где-то полгода назад, поэтому сегодня попытаюсь просто логически собрать Рэдди Кьюб. Посмотрим, что из этого получится. А этот кубик я в принципе еще ни разу не собирал. А купить лучшие кубики Рубика вы можете в крупнейшем в России магазине головоломок ctcstore.ru. И также магазин занимается популяризацией спидкубинга. Сейчас они обновили программу поддержки регионов. Если в вашем городе еще не проводятся сходки спидкуберов, вы можете обратиться в магазин ctcstore, написать им на почту. И они при помощи своих групп ВКонтакте и Инстаграма, кстати ссылки будут в описании, помогут найти единомышленников в вашем городе. А если в вашем городе уже проводятся такие встречи, ctcstore может предоставлять бесплатный мерч. Это браслеты, мешочки для кубиков, смазки для кубиков и многое другое. И также раз в месяц предоставлять топовый кубик для розыгрыша среди участников данных встреч. Все ссылки, вся информация будет в описании. Обязательно приходите на встречи, организовывайте встречи. Сейчас лето, отличная погода, почему бы не встретиться своими единомышленниками. И также для организаторов встреч будут специальные промокоды, по которым вы сможете получать кэшбэк. Вся информация в описании, обязательно проходите, пишите в магазин ctcstore и будем развивать спидкубинг вместе. А мы перейдем к решению головоломок. Вот этих вот, поехали. Давайте распакуем этот необычный кубик и сравним его со стандартным кубиком Рубика. Кстати, с обратной стороны он нарисован белый, у нас он черный, значит он бывает еще и в белом цвете. Вот так красиво он выглядит, очень красиво. Но самое главное то, что это обычный кубик Рубика. Если взять его таким образом, мы можем заметить, что вот у нас центральный элемент, вот у нас ребра, вот у нас углы. Только они все сделаны необычной формой, за исключением центрального элемента. Потому что на каждой стороне центральный элемент имеет стандартную форму. Вот у нас квадратик. На каждой стороне у нас есть квадратик. Вот так он выглядит. И вот у нас обычный кубик Рубика. Если их правильно поставить, у нас получается два кубика Рубика, но один из них очень необычный. Давайте для наглядности разберем их. Берем стандартный кубик Рубика. Разбираем его. Кубик Рубика устроен следующим образом. У нас есть центры, которые связаны с крестовиной, которая находится внутри. И у нас есть углы и ребра, которые свободно вращаются в этом кубике. Вот этот уголок, вот это у нас ребро. И они свободно перемещаются по кубику. Теперь давайте возьмем наш необычный кубик и посмотрим, как же он устроен. Для того, чтобы разобрать воспользоваться отверткой, снимаем крышечку с центрального элемента. Здесь, кстати, тоже на центральных элементах есть крышечки. И здесь уже при помощи специальной отвертки можно все это выкрутить. Снимаем верхний слой. И что мы видим внутри? Стандартный кубик Рубика, но очень необычной формы. Я вот такую крестовину еще нигде не видел. Вот такую длинную крестовину. Вероятно, это сделано было из-за особенности строения этого кубика. Или нет? Просто очень странная крестовина. Посмотрите. На центральный элемент просто насаживается на крестовину. Я такого нигде раньше не видел. И в этом кубике у нас уголки вот такую форму имеют. И они либо шестицветные, либо одноцветные. Но при этом у нас две грани. Одна и вторая. На ребрах у нас либо четыре грани и два цвета, либо три грани и три цвета. Все остальные элементы, это центры, они имеют такое же строение, как в обычном кубике Рубика. Давайте соберем обратно кубики. Ну что ж, давайте запутаем кубик и попробуем его решить. Вращается он не очень хорошо, но, в принципе, сносно. Единственное, что я понимаю, нужно будет его вращать аккуратно, для того, чтобы он не разлетелся на части. Потому что здесь на ребрах нет никаких блокираторов. И, кстати, в разобранном виде он больше похож на кубик стандартный. Вот так. Вот сейчас он очень похож на обычный кубик. Старт, время пошло. Итак, я начну собирать зеленого центра, потому что белого все равно здесь нет. Так, одно ребро поставили уже. Смотрим дальше. Есть, поставили еще одно. Дальше нужно зеленое, оранжевое вижу. Перегоняем вот сюда. Есть. И последнее ребро зелено-красное. Зелено-красное у нас... Где оно у нас? Вообще его не вижу. А вот оно. Очень необычная форма. Оно уже стоит на своем месте, только его нужно перевернуть. Вот так. И поворачиваем. И нам необходимо расставить уголки. Вот здесь должен находиться зеленый угол. Он краски здесь стоит, но его нужно повернуть. Поставили. Здесь желтый тоже нужно повернуть. Есть, повернули. Здесь будет находиться, скорее всего, серо-зелено-желто-оранжевый. Это, скорее всего, такой огромный. Серо-зелено-желто-оранжевый. Это вот такой, наверное. Только развернуть, вероятно, надо. Нет, нет, значит, вот этот угол. А у нас, скорее всего, вот эти углы огромные, одинаковые. Ладно, потом расскажу. Оранжевый. Есть. Мы собрали одну сторону, движемся дальше. Нужно расставить вот эти ребра. Здесь у нас желто-оранжевый, желто-оранжевый. Вот оно, кстати. Оставили. Дальше желто-красное. Вот оно. Здесь должно стоять серо. Вот оно. Серо-оранжевое. Оставили. У нас выгнало желто-красное. Желто-красное у нас сюда пойдет. Готово. Теперь здесь должны находиться синие, серое, красное. Вот оно здесь находится. Поставили. И теперь нам необходимо собрать синий крест. Собрали синий крест. Теперь смотрим уголки. Каждый уголок подгоняем под свое место. Серый правильно стоит. Красный подгоняем неправильно. Этот подгоняем неправильно. И синий подгоняем под свое место. Тоже неправильно. Значит, учитывая то, что у нас серый правильно стоит, мы сделаем вот так. Возможно, соберется. Проверяем. Синий неправильно. Вот этот неправильно. Красный неправильно. Значит, еще раз делаем то же самое. И теперь должны все правильно встать. Правильно, правильно. Вот эти нужно понять местами. Есть. Собран. Стоп. Потратил 2 минуты 40 секунд. На самом деле, мне кажется, очень даже неплохое время для такой необычной головоломки. Собирается он по аналогии с подобными кубиками, с любыми шейп-модами. То есть, это Аксис Куб, Пираморфикс, Мастер Пираморфикс и множество других головоломок. Все собираются по одному и тому же принципу. То есть, мы находим какой-нибудь центр. Здесь центр явный. Это центры цветные, квадратики. И просто вокруг этого центра выставляем. То есть, я знаю, что между красным и зеленым центром у нас должен находиться какое-нибудь ребро, где будет и красный элемент, и зеленый. Вот оно. Дальше. Если у нас между красным и серым должен находиться ребро с красным и серым. Вот оно, пожалуйста. Это же касается и этой стороны, и этой стороны и так далее. То есть, по такому принципу собирается все. Дальше уже, когда необходимо собрать верхний уровень, у нас он был синим. Я просто смотрел, сделал так, чтобы у нас все ребра смотрели синим кверху. Один, два, три, четыре. Потом повернул уголки. Когда я поворачивал уголки, я не знал, правильно они повернуты или нет. Поэтому я каждый уголок подгонял под свое место. Синий смотрел, правильно повернуты или нет. Потом вращал, подгонял, красный смотрел. Вот этот уголок, этот уголок. И только когда он стоит на своем месте, можно понять, правильно повернуты или нет. Если же он неправильно повернут, я уже использовал различные формулы для того, чтобы поворачивать уголки. И в конце нужно было поменять местами только уголки и ребра. То есть собирается точно так же, как любой кубик Рубика. Множество алгоритмов существует, это метфридрих. Можно собирать новичковым методом, где вы в другой последовательности будете выставлять элементы. Но, тем не менее, логика очень простая. Я не буду делать подробную обучалку по этому кубику, потому что он будет собираться точно так же, как Аксис Куб и любой подобный. По Аксис Кубу у меня уже есть обучалка, поэтому если вы хотите научиться собирать вот такой кубик, можете посмотреть видео по Аксис Кубу, там все действия будут приблизительно такими же. Поэтому, я думаю, нет смысла сделать отдельную обучалку по вот такому несложному кубику. Давайте рассмотрим магнитный Рэдикюб и сравним его, конечно же, с обычным Рэдикюбом. Упакован коробку из прозрачного пластика. Давайте ее откроем. Вот так он выглядит. И давайте посмотрим, как он вращается. Он очень мягко вращается. И магниты так классно щелкают. Мне нравится. Я подозреваю, что магниты находятся точно так же, как в любом кубике Рубика, в углах и в ребрах. Давайте разберем, посмотрим. Разбирать мы будем, скорее всего, так же, как и обычный Рэдикюб. Для этого мы повернем и будем вынимать ребро, наверное. Да, у нас вынимается ребро. Есть. Мы вынули одно ребро. Так, одно ребро я случайно разобрал. И здесь мы можем видеть, как расположены магниты. У меня магнит оторвался, что ли? Я чуть не понимаю. Замагничен этот Рэдикюб точно так же, как любой кубик Рубика. У нас в каждом ребре находится по два магнита. Здесь один магнит вылетел, потому что он фиксируется вот этой цветной деталью. Итак, у нас, получается, один магнит находится вот под желтой крышечкой. Один магнит находился как раз-таки под оранжевой крышечкой. И оранжевая крышечка придавливала его к своему месту, чтобы он не вылетал. Вон там, если в желтую приглядеться, видно, что желтая крышка придавливает магнит. И, получается, магнит у нас есть в ребрах, магниты есть в уголках, и углы притягиваются к ребрам. В принципе, логично. Точно так же сделано в обычном кубике Рубика. Магниты в ребрах, и вот у нас магниты в углах. И они друг к другу притягиваются. А в целом RediCube магнитный, не магнитный выглядит следующим образом. У нас углы закреплены, и крестовина используется точно такая же, как в обычном кубике Рубика. Вот здесь-то можно заметить. И теперь, когда у нас кубик уже собран, я поставлю магнит на место. Он встал на свое место. Да, встал на свое место, и теперь просто фиксирует все крышечкой. Раз, и зафиксировали. Кстати, магнитный RediCube чуть меньше, чем обычный RediCube. И он все измерим с обычным кубиком Рубика. Вот так это выглядит. Давайте сравним вращение этих кубиков. Обычный RediCube. Довольно мягко и плавно вращается. Не очень быстро, но довольно мягко и плавно. Можно прям ровно все выставлять. Теперь магнитный сразу же после него. Магнитный лучше вращается. Намного. Он прям намного круче. И вращается лучше, плюс еще и магнитный. Мне он однозначно больше нравится. Очень хороший кубик. Давайте его запутаем, попробуем решить. Сразу скажу, RediCube я не собирал уже очень давно. Я делал по нему обучалку, но я его очень давно не собирал. И даже не помню, какая логика сборки. Я приблизительно понимаю, кого нужно собирать. Но каких-то формул, чего-то такого вообще не помню. Поэтому давайте пробуем собрать. Магнитный RediCube пользуется только логикой. Давайте запутаем этот кубик. Он очень мягко вращается. Он очень хорошо вращается. Намного лучше, чем обычный RediCube. Рекомендую. Действительно очень хороший кубик. Магниты здесь действительно помогают. Он очень мягкий, очень быстрый. Если бы не было магнитов, он был бы намного хуже. Мне кажется, уже достаточно запутал. Давайте засекать время. Старт. Время пошло. Итак, я сначала буду собирать белую сторону. Вот я уже вижу белые уголки. Есть белые уголки. Теперь буду подгонять ребра. Вот у меня белое ребро. Бело-оранжевое здесь должно находиться. Так. Я сейчас, возможно, буду выполнять очень много глупых, ненужных действий, но я в любом случае его соберу. Так. Не так. Вот так, так и вот так. Есть. Дальше синее нам надо сюда. Поэтому сделаем вот так и так. И зеленое вот сюда. Есть. Белую сторону собрали. Переворачиваем. Будем собирать вокруг одного угла какого-нибудь. Синий-красный нам нужен. Синий-красный очень далеко находится. Ну ладно, его подгоним уже. Есть. Теперь здесь у нас будет находиться... Так, не здесь. Вот сюда двигаемся. Оранжевый-синий. Есть. Дальше у нас здесь должен находиться красный, то есть оранжево-зеленый. Есть. И здесь у нас будет находиться, соответственно, последний элемент цветной без желтого. Есть. И нужно поменять местами только вот эти элементы. Поэтому сюда нужен... Сюда нужен вот этот элемент. Поэтому сделаем вот так, так. Вот так и так. Стоп. Минуты 22. На самом деле, довольно много времени потратил. Но, учитывая то, что я пользовался только логикой, без каких-либо специальных формул, мне кажется, не такое плохое время. Напишите, кстати, в комментариях, за сколько вы собираете ради кьюб, и где вы научились его собирать. Возможно, это мое видео. Подведем итоги по двум кубикам. Кубик под кодовым названием «Кристалл» оказался довольно интересным. Он не очень качественный, сразу скажу. Потому что, если его быстро вращать, у вас могут вылететь элементы. Потому что на ребрах нет никаких блокираторов. То есть, ребра вынимаются очень легко. Раз, и я вынул ребро. Поэтому его необходимо вращать медленно, аккуратно, плавно. Но он довольно интересный. Он проще, чем Аксис Куб, мне кажется. Поэтому уровень сложности я бы дал ему, возможно, 5 из 10. Если вы умеете собирать обычный кубик Рубика. Если вы хорошо собираете кубик Рубика, вы справитесь, скорее всего, и с ним. Нет, давайте 6 из 10. Все-таки он немножко сложнее, чем 5 из 10. 6 из 10 мне он понравился. И пишите на свой вариант названия в комментариях. Потому что я искал в интернете, но не нашел информацию о том, как называть данные модификации. Возможно, вы знаете. Поэтому пишите все в комментариях. Я обязательно прочитаю. Переходим к следующей головоломке. Вторая головоломка называется 8 Petals. Фактически это магнитный Ready Cube. Да, форма элементов немного изменена. Мне здесь больше нравится форма элементов. Они закругленные. Мне больше нравится, как они выглядят. Но фактически это магнитный Ready Cube. Поэтому уровень сложности я бы ему дал 3 из 10, возможно. Если вы не умеете решать никакие головоломки, вы, скорее всего, с ней справитесь. Потому что здесь все решается абсолютно логически. Он очень простой. Мне он безумно понравился, потому что он хорошо вращается. Магниты выполняют свою роль. Здесь магниты неспроста. Кубик очень быстрый. Если бы магнитов не было, он был бы очень плохим. Потому что у вас просто постоянно перескакивало бы все. Здесь магниты очень нужны. И хорошо, что они здесь есть. И предлагаю вам в комментариях написать, какой кубик вам понравился больше. Мне больше понравился вот этот кубик. Потому что он намного более качественный. Он лучше вращается. И мне он понравился. Просто вот такой очень хороший кубик. Такое необычное чувство. Потому что это Ready Cube. Но он очень маленький. И непривычно держать его в руках из-за того, что он очень маленький. Фактически он такого же размера, как стандартный кубик Рубика. Вот. Ган 356Х. Ну да. Он 355, возможно, миллиметров. Он чуть больше, чем 354. Чуть меньше, чем 356. Значит, скорее всего, он 355 миллиметров. Но в любом случае, мне он понравился. И также в описании будет ссылка на мой инстаграм. На мой второй канал. Обязательно проходите и подписывайтесь. У меня в инстаграме уже больше 10 тысяч подписчиков. В инстаграме много спойлеров. Я каждый раз об этом говорю. Но там действительно много спойлеров. Там много интересных сториз. Много интересных фотографий. Поэтому проходите. Обязательно подписывайтесь. И на мой второй канал. Кстати, на втором канале давно не было роликов. Больше месяца уже возможно. Поэтому надо что-нибудь заснять. Проходите, подписывайтесь. Возможно, уже на этой неделе что-нибудь выйдет. Все ссылки в описании. И на этом все. Спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok